МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажут. Жители Юго-Востока уверены, что светофор стал причиной многочисленных ДТП. Не знаю, что делать с машиной, кто в этом виноват. Тройное прибавление в одной из карагандинских семей. Весь мир отметил День защиты животных. Может ли светофор стать причиной ДТП? На Юго-Востоке, на перекрестке близ Спецсона, аварии случаются ежедневно. Очевидцы говорят, что светофор здесь работает якобы неправильно. Кого винить в происшествиях, карагандинцы не знают. Ответ держат чиновники и дорожные полицейские. Алина Акбаева расскажет подробнее. Не знаю, что делать с машиной, кто в этом виноват. Яркинозы Мукожан владелец той самой иномарки. Вместе с подругой девушка возвращалась домой из университета. На пересечении улиц Муканово и Сатабалдина автомобиль столкнулся с другой легковушкой. Причем правила дорожного движения никто из них не нарушал, рассказывают пострадавшие. Причиной ДТП, как уверяют участники происшествия, стал светофор. Я ехала домой по улице Муканово, вот в этом направлении, и собиралась поворачивать на Сатабалдина, налево. Думая, что я права, я повернула налево, а машина, Volkswagen Passat, движущаяся с этой стороны, получается, напротив, им горел зеленый. И он ехал прямо, и вследствие чего случилось это ДТП. Очевидцы говорят, что на этом перекрестке, близ специализированного ауциона, ДТП не редкость, местные жители рассказывают, что светофор здесь якобы неисправен. По направлению главной дороги светофор работает не совсем правильно. То есть он создает проблему для водителей, тем самым заводя их в заблуждение. С одной стороны горит зеленый, с другой стороны горит красный. Я сам свидетелем стал только одной аварии, которая недавно произошла. Но здесь, получается, светофор один задерживается. То есть он работает неправильно. Я думаю, что с этим надо как-то, это надо как-то починить, потому что последствия, может быть, очень большие аварии. Вот час назад здесь авария была, автобус с джипом столкнул. Но это все из-за светофора все. Потому что многие не знают, что здесь зеленый, а здесь красный. Обычно светофор, говорят, если зеленый, с обеих сторон должен. А если нет, значит, дополнительная стрелка должна стоять. А ее нету. Вот вся проблема. Как оказалось, это новая система светофоров. Такие же установлены еще на нескольких перекрестках Караганды, на улицах Ермекова и Липецкая, Сейфулина и Женбекова. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ. Чиновники говорят, что светофор исправен. Светофорный объект на пересечении улицы Муканова и улицы Сатыбалдина введен в эксплуатацию в 2012 году. Схема организации дорожного движения согласована с дорожной полицией. С момента ввода в эксплуатацию по настоящее время изменения в схеме организации дорожного движения не вносились. Данный светофорный объект работает в установленном режиме. Также по информации центрального пульта управления, сбоев в работе светофорного объекта не было. Дорожные полицейские тоже уверены, что аппарат работает без сбоев. Жалоб со стороны горожан не поступало, а участники ДТП сами виноваты в аварии, пояснил главный инспектор отдела дорожной полиции Караганды. По светофорному объекту на пересечении улицы Сатыбалдина-Муканова могу пояснить, что данный светофор работает с момента строительства в нормальном цикле, никаких сбоев там нет. И водителям могу пояснить, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и смотрели на свои светофорные объекты. Тройное прибавление в одной из карагандинских семей. На свет появились сразу три малыша. Два мальчика и девочка родились здоровыми. Вот только вести пополнение новоиспеченным родителям придется в съемную квартиру. У меня было, конечно, так в шоке, у меня был страх такой. Оксана Рассказова – мама очаровательных тройняшек. Два сына и дочь появились на свет 30 сентября при помощи кесарево сечения. Сейчас счастливая мама и ее дети чувствуют себя хорошо. Врач сказал, что сначала двойняшки. Я говорю, вы что, шутите? Нет, говорит. Он весь рост, все сказал. Потом водил, водил. Говорит, подождите, там вообще у вас ребеночек. Как, говорю? Я думала, шутит. Он нет, говорит, трое. Назвал там все вот параметры, то, что по УЗИ положено. И сказал. Я вышла в шоке. Я не знаю, как мужу сказать. Теперь семья Рассказовых многодетная. До тройни у них уже был ребенок. Оксана – сирота стоит в очереди на квартиру от государства. Пока же новоиспеченные родители вынуждены снимать квартиру. Между тем, в Акимате пояснили, что молодая мама может рассчитывать лишь на социальные выплаты. Жилье семья получит лишь в порядке очереди. Законодательством не предусмотрены критерии при рождении такого количества ребенка. То есть, дача предпочтений, привилегии для получения жилья из госжилфонда. То есть, будет получать жилье в порядке очередности, пропорционально списком. Также сейчас планируется рассмотреть возможности для детей средств предоставления жилья. При наличии юридического свободного жилья из госжилфонда мы обязательно предоставим жилье. В роддоме тройняшек называют чудом природы. В последнее время тройни появляются на свет крайне редко. Один раз на 8 тысяч родов, рассказывают медики. Потому тройное пополнение в этой карагандинской семье можно назвать уникальным событием. Особенность данной тройни заключается в том, что это спонтанно возникшая многоплодная беременность без применения вспомогательных репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение. Сам по себе факт тройни встречается редко 1 на 8 тысяч 100 родов. С применением вспомогательных репродуктивных технологий тройни встречаются часто. Но даже в масштабах Карагандинской области тройни рождаются 2-3 раза в год. Ирина Камышова, Схата Бедулов, 1-й Карагандинский Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена-Авдирова, 9, телефон 909-909. Эксперты оценили потенциал Карагандинской области по переходу к зеленой экономике. В Карагандинском государственном политехническом университете прошел республиканский семинар по разъяснению целей и задач концепции страны по внедрению зеленой экономики. В числе приоритетных направлений развития региона эксперты выделили повышение энергоэффективности в промышленности и ЖКХ, внедрение мер по энергосбережению, безопасную переработку отходов, внедрение водосберегающих и сельскохозяйственных технологий, сохранение природных экосистем. Вице-министр окружающей среды Талгат Ахсамбиев подчеркнул важность повышения информированности о планах правительства республики в регионах, так как переход на зеленую экономику невозможен без активного вовлечения в процесс бизнеса неправительственных организаций, научно-исследовательского и научного потенциала страны. Заместитель постоянного представительства ПРООН в Республике Казахстан Екатерина Паниклова отметила, что модель зеленой экономики наиболее устойчива к текущим кризисам и поэтому будущее успешное осуществление зеленой модернизации позволит Казахстану построить не только экономически сильное, но и социально-экологически благополучное государство. Заместитель Акиме Карагандинской области Кайрат Айтуганов рассказал участникам семинара о том, что в целях реализации концепции в Карагандинской области создана рабочая группа, а также совет при Акиме области по переходу к зеленой экономике. Разрабатывается областной план мероприятий по переходу к зеленой экономике. Постановлением правительства принят план реализации данной концепции и на текущий момент задача наша с помощью таких семинаров, которые проводятся сегодня здесь при участии неправительственного сектора, природопользователей, крупных промышленных предприятий, местных исполнительных органов, понять, каким образом регион, конкретно Карагандинский регион, будет участвовать в реализации концепции перехода к зеленой экономике. В ходе семинара участникам были представлены инновационные практики и прошла выставка, на которой представители бизнеса Карагандинской области показали свои достижения в области внедрения чистых технологий. Предлагаем станцию 1 кВт. 1 кВт, вплоть до того, что рассчитали, какова потребность и какова мощность энергопотребления. Очень прозрачно показали нашу стоимость и себестоимость рентабельностью. Итого она у нас выходит 889 км. Национальная компания «Астана-Экспо-2017» привлекла к организации выставки не только бизнес-структуры, но и молодежь со своими передовыми проектами. Наш проект – это по подготовке искусственных спутей земли для дистанционного зондирования, а также для экологического авторитета. Мы с моим руководителем, Карлом Алтайом Брехевичем и с Жубановой Розой Брайвиной готовим этот проект в течение уже напряжения двух лет. Этот проект позволяет нам провести множество разных экспериментов, может понадобиться для астрономических наблюдений или же для дистанционного зондирования земли. Проекты молодых затрагивают не только научные интересы Казахстана, но и носят промышленный характер. Например, энергосберегающая взбивалка для кумысов. Вот это электромамы и вот это кумыс-взбивалка. Они работают на альтернативных энергиях, на солнечных батарейках и на электрогенераторах. У нас уже на вот эту взбивалку спрос есть. О семинаре и выставке было много мнений, но все со знаком «плюс». Каждый проект обладает такой историей, такими деталями, что он просто хочется слушать и слушать, и думать о том, как мы можем использовать все эти идеи в будущем. Большое вам спасибо за предоставленную возможность познакомиться со всеми самыми, даже через проекты. Региональный семинар, организованный Министерством охраны окружающей среды Казахстана в партнерстве с программой развития Организации объединенных наций ПРОООН, стал хорошей возможностью для информационного продвижения политики зеленой экономики и изучения мировой практики в вопросах возобновляемых источников энергии, переработки отходов и других проблем, накопившихся за годы непрогнозируемых расходов природных ресурсов. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, Первый, Карагандинский. Уже больше года в Караганде существует приют для бездомных животных. Его организовали карагандинские волонтеры. Неравнодушные люди, как могут, помогают брошенным питомцам. Сегодня здесь отмечают Всемирный день защиты животных. Сюжет Амины Смаковой. В Караганде этот день особенно отмечают в обществе волонтеров. Предприимчивые карагандинцы организовали своеобразный питомник для бездомных животных. Собаки, кошки живут в небольшом доме. У каждого есть свое место. Приют существует уже около года. За это время уход и крышу над головой получили сотни брошенных зверей. Мы спасаем животных из раненых, взбитых машинами. То есть люди нам звонят или мы их находим. Везем к ветеринару, лечим за свой счет и за счет людей, которые нам иногда помогают средствами. По словам волонтеров, многие люди с иронией относятся к питомнику для бездомных животных. У самих общественников другое мнение. Они не достойны того, чтобы их усыплять. Их можно приучить спокойно. Главное, по-человечески к ним относиться. Можно выдрессировать. Конечно, я не спорю, есть собаки, которые не один год живут на улице. С ними очень сложно. Действительно, они привыкли к такой среде, где находятся с другими собаками. Становятся агрессивными по отношению друг к другу, потому что им просто нечего есть. Одни спасают бездомных животных, другие пытаются от них избавиться. Ветеринары, как правило, стараются оградить общество от бродячих собак. Местные доктора и болиты усыпляют беспризорных питомцев, считая их переносчиками многих болезней. Мы ловим бродячих собак, проверяем их состояние здоровья. И если они больны бешенством, мы их усыпляем и закапываем трупы в специальном полигоне. Между тем, карагандинцы уверены, усыплять брошенных животных нельзя. Горожане относятся к такой медицинской практике негативно. А как это? Нормально? Как вы относитесь? Плохо. Плохо, да? Ну, я не знаю. Наверное, это все-таки лояльно. А что делать, если они вот бегают везде, их все бьют, они голодные? Очень негативно. Негативно, да? Тем более, когда это на глазах у детей. Животных тоже жалкошь? Плохо отношусь. Во Всемирный день защиты животных хочется напомнить мы в ответе за тех, кого приручили. Амина Смакова, Карат Рашитов, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. Между тем, в воскресенье детям до 14 лет можно будет бесплатно сходить в зоопарк. Акцию приурочили к Международному дню защиты животных. Напомним, что недавно в зверинце появились новые животные. Маленькие обезьяны, пумы, леопард, камышовый кот, лисы и многие другие. Кроме того, в воскресенье посетители смогут предложить имена ягуара. Трехмесячные представители семейства кошачьих приехали с российского зоопарка. С 6 числа мы проводим акцию для всех карагандинцев и гостей города. Акция будет называться «В защиту животных». Всех деток от 6 до 14 лет мы в этот день приглашаем посетить зоопарк бесплатно. Также для ребят мы разработали программу, в которой будет конкурс рисунков на асфальте, викторины, обязательные экскурсии на государственном и на русском языках. Карагандинским студентам рассказали о принципах правильного питания. Широкомасштабная акция прошла в преддверии Дня питания и продовольствия. Учащиеся Банковского колледжа смогли из первых уст узнать о здоровой пище. Диетологи из Центра ЗОЖ и Национального центра питания рассказали молодежи о вреде фастфуда, сладких газированных напитков и прочей нездоровой еде. Знакомство с основами правильных завтраков, обедов и ужинов проходило посредством музыкальных номеров, семинаров, конкурсов и викторин. Участники акции получили памятные подарки. Цель была информировать молодежь о принципах правильного питания, о том, как избегать ненужных продуктов, о вреде фастфуда, о вреде газированных напитков, о вреде энергетических напитков. А также были разобраны вопросы избыточного веса. Матч «Шахтер-Макаби» завершился ничьей. Вчера в Астане состоялась вторая еврокубковая игра «Горняков». Счет 2-2. В первом тайме инициатива была за хозяевами поля. Многочисленные атаки карагандинцев принесли гол на 40-й минуте, автором которого стал Андрей Финонченко. Спустя 5 минут второй мяч «Макаби» забил Евгений Тарасов. Израильтяне отыгрались быстро. Уже на 54-й минуте игры «Наши ворота» забил «Раю». А на 78-й минуте второй мяч отправил игрок команды из «Хайфы» Тургиман. Итог матча 2-2. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Саубонска. Субтитры подогнал «Симон»